Матч прошел с хорошим темпом и получился довольно сложным, но мы сделали выводы после первой встречи и хорошо подготовились. Против нас играла отличная команда, но мы доказали, что сильнее и победа осталась за нами. Это просто здорово. Конечно, после первой игры, которую мы два дня проиграли, у нас был настроен толку выиграть и, главное, не пропустить. Я думаю, что мы свою задачу выполнили, гол забили и каждый игрок, который играл, укладывал все 100%. Наша задача была пройтись дальше и, слава богу, мы это сделали. Конечно, в декабре не такое погодное условие, но все равно мы свое сделали. Молодцы все, всех команды поздравляю, они все молодцы. Не секрет, что в этом году у нас очень большие кадровые проблемы. Такой год для всех, в принципе. Все команды, особо женской лиги чемпионов, жалуются на КДВ проблемы. Пандемия все-таки сказалась на всех нас. Поэтому мы собрались в сентябре. У нас было очень трудно подготовиться в плане психологического, потому что мы всегда играли в группового этапа, в квалификации. Нам эти игры подготавливали к 1-16. Тут сразу как-то мы вышли, ну, как рейтинговая команда, вышли в 1-16. Постарались, конечно, подготовить команду, но мы по ходу сезона потеряли два ключевых игроков. Литвиненко и один из наших защитников, который восстановился, конечно. Но, в самом деле, первая игра, сложности у нас, и то, что мы сделали в Украине, конечно, предопределило сегодняшний матч. Потому что мы пришли с первой игры с негативным результатом, нужно было сегодня выигрывать. Должно быть получше, но я думаю, что сейчас, после этого матча, команда уже подготовится на мартинские матчи. Мы их 1-8 снова. Это очень хорошо в плане того, что мы продолжаем подниматься в рейтинге, продолжаем, ну, в кавичке, таскать за нами вторую команду. И желаем, чтобы как-то вторая команда уже из Казахстана была более сильнее, более хорошо подготовлена. Сегодня у нас получился двойной праздник. Это и день независимости, и выход команды БИИК в 1-8. Мы финала Лиги Чемпионов. Действительно, сегодня хорошая команда была, наши соперники, украинская команда, очень такая сбалансированная. Было тяжело, конечно, но девчата выстояли, молодцы, забили и удержали. Но, конечно, игра была очень такая напряженная, такая, с тактическими замыслами тренеров. Ну, в конечном итоге мы выиграли и прошли. Продолжение следует...